Друзья, мы приветствуем всех, кто сейчас с нами. Я думаю, что 7 утра это повод проснуться, чтобы присоединиться к вам, нам, радио Крым. Это программа «Линии». Леша и я сегодня в студии, и будем говорить, как всегда, на самые актуальные, интересные для всех нас с вами темы. Да, тема сегодняшней нашей беседы, первого часа нашего сегодняшнего эфира, это сирийско-крымско-российские отношения. Мы все знаем, что Крым сейчас налаживает очень тесный контакт с Сирийской Арабской Республикой. Вот поговорим обо всем этом, ну и, наверное, вспомним немножко историю, потому что эти отношения начались не сегодня и не вчера. Первое консульство российское открылось еще в 1893 году, так что у нас достаточно долгая история взаимоотношений за плечами, крепкой дружбы, ну, которую, к сожалению, ненадолго прервала революция 17-го года, но в 44-м опять все встало на круги своя, и с тех пор контактируем, дружим. Да, и, в принципе, у нас уже есть гости, которых можно представить, с кем мы поведем беседу в течение первого часа эфира. У нас в гостях уроженец в Сирии, будущий гражданин России, мне очень нравится вот эта часть представления, а-ля Дарвиш, и Виктор Реутов, наш давний друг, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управленников Умена Вернадского. Все, я правильно сказала? Да, абсолютно. Виктор Реутович. Все регали перечислила. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Как вам Крым? Крым — это как мой второй родной дом. После Сирии Крым для меня это стал вторым домом, и тут мне сложилось так, что получил образование, высшее образование, закончил, работал по специальности в некоторое время, семья образовалась, и, скажем так, мое будущее связано именно с Крымом, с Россией и с моей, конечно, родиной, Сирией. Когда переехали в Крым? Я приехал сюда в далеком 88-м году. Так вы же крымчанин. Да, обрусивший, обрусивший, обрусивший сирийц, скажем так. Образование наверняка медицинское. Филологическое. А, филологическое. Да, филологическое образование. Мы привыкли, что если иностранный... Да, мы просто привыкли, что иностранных студентов больше всего все-таки в медицинском вузе у нас. Да, к сожалению. Самое распространенное. Ну, я по специальности журналист-переводчик. Я работал по специальности около семи лет. Ну, скажем так, семейным обстоятельством, жизненным даже. Пришлось поменять профессию на самодеятельность, скажем так, самозанятость. Ну, в общем, все равно вы наш коллега, потому что бывших журналистов не бывает. Ну, конечно. Это как не бывает бывших офицеров, так не бывает бывших журналистов. Конечно. Жена крымчанка, значит? Скажем так, да, уже крымчанка тоже. Она сама украинка, но она живет вместе со мной уже почти 30 лет тоже, да. У нас двое детей. Моя старшая дочь уже получила тоже высшее образование, работает. Ну, скажем так, по специальности тоже, только за границей, а младший сын еще вот-вот в школу поступит. Ну, на родине часто бываете в Сирии? Получается навестить? Последний раз получилась до названия революции вот эта, скажем так. Это не революция, а, скажем так, вы же знаете, что это такое, можно определить, что это просто... Очередная попытка переворота. Да, я успел за 4 месяца до начала этих событий в Ад в Сирии. То есть почти где-то 9 лет назад, последний раз. Ну, я думаю, что все еще впереди и в недалеком будущем. Потому что так или иначе все наладится. Конечно. Надеюсь на это, да. Усилия все для этого предпринимаются, что там, наконец-то, мир и покой вернулись на эту землю. Мы все это ждем. Виктор Евгеньевич, как вы думаете, насколько скоро смогут уроженцы Сирии посетить свою родину и не боясь и не беспокоясь о собственной жизни? Я думаю, что Аля у нас не единственный училиец, который не может сейчас пока попасть на родину. Сложный вопрос, конечно, от усилий всего мирового сообщества. Это зависит прежде всего от позиции нашей страны в данном вопросе. Я думаю, что все-таки это шаги, которые мы предпринимаем. Я имею в виду наша страна в урегулировании этого вопроса. Это всему мировому сообществу просто яркий пример, как нужно действовать. И я очень тоже надеюсь, что в ближайшем будущем, возможно, будет свободно перемещаться. Тем более, есть для этого все предпосылки. И то, о чем говорил наш глава Крыма, о возможных и воздушных сообщениях, и морских сообщениях. Ну, насколько я знаю, запланировано строительство аэропорта в Тартусе. Я думаю, что аэропорт будет ничем не хуже, чем у нас в Симферополе. Ну, дай бог. Все надеются на это. Да, Симферопольский аэропорт, это, конечно, очень-очень-очень огромное наше расстояние. Да, и что касается морского сообщения, на перспективу не только торговое, но и круизное. То есть уже смотрят в будущее нашей политики. Да, а почему получается так, что все-таки экономика должна стоять впереди политики, и так оно вообще мировые тенденции и есть. То есть там, где есть заинтересованность бизнесу, там есть и развитие двухсторонних отношений, прежде всего. Ну, вы знаете, мы вчера, кстати, говорили на эту тему в эфире. У нас был эфир посвящен Петербургскому международному экономическому форуму, на котором второй по численности делегаций были самые яростные наши противники и критики американцы. На первом месте были китайцы, естественно, за товарищем Си прилетело там пол-Китая, наверное. А на втором месте была бы американская группа. Вот в чем заключается вопрос. Экономика выше политики. Точнее, сейчас политика в России – это экономика, в первую очередь. Ну, действительно, Америка получается так, что если в мире сейчас тенденции таковы, что Россия усиливает свое влияние на восточном направлении, экономическое влияние. У нас растет большими темпами товарооборот с Китаем сейчас. И Америка, с учетом вот этих санкций, которые она уже и пытается распространить и на китайскую экономику сейчас, то это, как это так, мы потеряем свое влияние в экономическом плане на этот огромный регион. Поэтому они прежде всего умеют считать деньги, а потом уже за этим все строится. Кстати, я думаю, что рано или поздно эта же логика начнет работать и в Сирии. Конечно. Когда они поймут, что им выгоднее все-таки торговать и сотрудничать, чтобы не упустить хотя бы какую-то долю этого рынка. Смотрите, вот американцы пытаются санкциями придавить любую страну. Допустим, возьмите пример Россию. Уже в течение пяти лет они не могут ее взять военным путем или военными аберрациями и так далее. Мы вынуждены, да, прервать вас, поскольку у нас телемост с нашими коллегами с утра. Доброе утро. Доброе утро. Ребят, вы о чем сегодня разговариваете? О, о многом. Сегодня мы в первом части обсуждаем сирийско-крымско-российские отношения. Набирающие темпы развития. Серьезная тема с утра, такая непростая. Да, и гости интересные. Вот у нас сегодня в гостях Аля Дарвиш, он уроженец Сирии, который принял решение вот уже навсегда остаться в Крыму, в России, вот женат. Здесь дети у него. Вот сидим, обсуждаем перспективы. Значит, тема серьезная, да, но и романтичная, стало быть, еще. И у нас доктор экономических наук тоже в гостях. Мы вот узнаем, насколько быстро смогут сирийцы, уроженцы Сирии, которые проживают в Крыму, таких не единиц, я так понимаю, смогут вернуться на родину, хотя бы просто посетить свои родные края и не опасаясь за свои жизни. То есть поговорить есть о чем? Ну, а мы расскажем о многом. Мы в первую очередь даже умудрились пострелять, научиться правильно стрелять. Ну и, кстати, между прочим... То есть вам теперь опасно подходить близко? Нет, нет. Эмилия, вам это точно безопасно. Они оружие знали. Ничем не грозит. Спасибо вам большое, ребят. Хорошего дня. Удачного эфира. Удачного эфира. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Да, мы вас прервали, кстати. Ничего страшного. Я хотел просто сказать, что в мире до развала Советского Союза существовало две системы. Восточный, скажем так, Варшавский договор и Североатлантический. И после разрушения, развала Союза, осталась Америка единственная страна. Привыкла она контролировать по-своему однобалярные, скажем так, своими действиями. Она хотела, чтобы ее все прислушались, контролировать мир. И появилась вдруг Россия своими возможностями, со своей мощью. И она не может с этим как-то согласиться, не может смириться с этим. Тем более рядом Китай, свои экономические мощи, да, и Россия со своей военной мощью, и свои потенциалы, да, действительно. И они пытаются санкциями, да, это как бы уничтожит это. И не получается. В течение 5 лет они пытаются это делать, ничего. И они напрямую, например, не могут воевать с Россией. Они пользуются, используют свои орудия, инструменты, как ИГИЛ. В свое время в Афганистане Талибан, Мужахида, да. В Сирии, в Ираке, Аль-Каида, в Сирии, ИГИЛ. И, скажем, многих примеров. Сейчас они пытаются тоже... И сами же их и создают. Если вспомнить. Понимаете, они чувствуют, что уже что-то теряют. Поэтому они не зря сказали, что вторая подчисленность делегации. Они чувствуют, что вот-вот что-то теряют. Поэтому они должны узнать, что там происходит, чтобы они как бы влияли на это каким-то образом. И чтобы ничего не терять, поэтому они как-то пытаются этим заниматься. Как в песне поется «Нас бьют амулетом». Да, я думаю, Виктор Евгеньевич, как и на месяц согласится со мной. Америка привыкла жить в кредит. А как известно, берешь чужие, отдаешь свои. Ну, Америка никому отдавать ничего не собирается никогда. Это ее очень... Живет поэтому жаба души. Да, очень такая позиция. Вы знаете, в этом отношении экономика строится таким образом, американская экономика, что в отличие от всего мира, если весь мир деньги занимает, то Америке весь мир дает. И слово такое «отдавать» и весь этот их внешний долг, это весьма условное понятие с позиции Америки. Никому они ничего отдавать не собираются. Да потому что он ничем не обеспечен. Просто-напросто надо еще один триллион долларов, пожалуйста. Федеральная резервная система США впускает эти деньги в экономики, печатает, отдает, раздает. И поэтому все вроде бы счастливы. Этот долг никогда не остановится в своем росте. И фактически никогда, в отличие от других стран, прежде всего России, где у нас внешний долг практически уже сведен к нулю по сравнению с тем, что было раньше, то Соединенные Штаты, им весь мир должен, поэтому... И если я не ошибаюсь, даже наличные доллары, которые зашли на территорию США с территории других стран, они, да, принимаются, но тут же отправляются на уничтожение. На уничтожение. Они не ходят внутри страны. Абсолютно точно. Нет, это позиция мирового такого, что ли, не то чтобы жандарма в полицейском понимании, но экономического жандарма, когда они просто-напросто заливают и свою экономику, и чужие деньгами для того, чтобы этими деньгами, как они думают, купить весь мир. Да, и осуществлять вот этот экономический шантаж. Мне вот интересно, а что произойдет, если Китай вдруг надумает, как Дегольф в свое время, предъявить все наличные запасы долларов? Это будет еще один китайский кантон заокеанский? Вы знаете, Китай очень так мудро, мудро себя ведет, абсолютно мудро, и понимая, что за экономикой следует политика и так далее, то есть он вряд ли предъявит как Дегольф это все к оплате, потому что Восток и китайская политика строятся все равно в таком вот балансе. С философским контекстом. Абсолютно точно. Когда сказали несколько лет назад, что китайская экономика, посчитали и сказали, что китайская экономика стала первой в мире, обогнала Соединенные Штаты. На космическом виде. Китай, да, руководство сказало так, ребята, нам не надо быть первыми. Мы, пускай США будет первыми, мы согласны быть вторыми. Пересчитайте, пожалуйста, свою статистику. Мы где-то почти первые, но не надо. Поэтому вот этот вот баланс... Они тут же провели девальвацию юаня, чтобы сохранить баланс, и все нормально. Баланс вот этот вот, да. Поэтому в этом отношении Китай. Другое дело, что Китай, да, вот он фактически двигатель мирового экономического роста, да, эти темпы роста замедляются, но в целом вот по миру и китайская экономика, если замедлится, то все-таки для мира это пока будет хуже, плохо в целом для мира. Поэтому, да. У нас небольшая реклама, продолжим беседу. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, присоединиться к нашей беседе можно позвонив по телефону плюс семь девять семь восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре. Или пишите в вайберы ватсап на номер плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Мы продолжаем обсуждать сирийско-крымско-российские отношения. Я напомню, да, у нас в гостях уроженец Сирии, будущий гражданин России Алия Дарвиш, и доктор экономических наук, профессор, директор института экономики и управления Кафомини Вернацкого Виктор Реутов. Ну и говорим, собственно, мы о сирийско-крымско-российских отношениях. Да, мы так немножко в российско-китайские ушли. Российско-китайско-американские. Как без этого? Да, никуда не денешься. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим взаимоотношениям внутренним. Не может не радовать факт, что власти Крыма и Сирии, как раз если мы говорим о наших взаимоотношениях, подписали меморанды. Огромная делегация побывала в Сирийско-Арабской республике, достигли многих договоренностей, потом был ответный визит на Ялтинский экономический форум, на котором были подписаны тоже ряд соглашений. Да, да, да. О сотрудничестве экономических, причем в совершенно разных сферах, что не может, конечно, не радовать обе страны. Очень бы, конечно, хотелось, чтобы эти намерения переросли в реальные дела, в реальное экономическое сотрудничество, торговлю, поэтому, а потенциал для этого есть. И в целом Российская Федерация сейчас, ну вот по итогам 2018 года, более 400 миллионов долларов внешняя торговля, это практически, ну где-то на 25% за последний год выросла товарооборот России с Сирией. Да, это, конечно, не сравнить с теми объемами, которые были в Советском Союзе. Конечно. Мы все прекрасно помним сирийские товары, будучи, когда мы жили тогда в Советском Союзе, то есть из Сирии и хлопчатому важные ткани, и, ну, в основном ткани, трикотаж, там... Легкая промышленность. Да, 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 то есть вот продукция легкой промышленности, это было, было, было очень такой вот основой, что ли, когда вот сейчас вспоминаешь, что сирийские там, сирийские товары, это вот то, что фактически для каждого советского человека было что-то такое очень качественное, редкое, потому что дефицит был все равно, и чтобы там купить это, это нужно было приложить усилия. Я на выпускной вечер надел рубашку сирийского производства под севастопольский костюм. Вот, то есть это было такое вот событие, поэтому задача, конечно, восстановить это все, во-первых, производство, чтобы там восстановилось, ну а потом уже, чтобы традиционные для Сирии производства, чтобы они стали, опять же, для, на наших, вот, в частности, крымских, крымском рынке заняли достойное место. Я думаю, что это, если не вот в ближайшем, год-два, но обязательно будет. Ну, да, это вполне реально. Депутат Госдумы Анат Севастополя Дмитрий Беликов сказал, Сирия даже год назад, и Сирия сегодня, это огромная разница. Да, ситуация тяжелая, но сегодня появилась надежда, появился свет в конце тоннеля. Вот скажите, вот свет в конце тоннеля, на чем ставка делается? Знаете, вот мы живем в таких условиях, условиях санкций, да, так, по отношению к Крыму и по отношению к Сирии. Сирию, между прочим, не могли, опять же, победить ее военным путем, да, они пытаются ее экономически задушить, Сирию. На самом деле, очень тяжело. Там, на самом деле, речь идет о большом запасе нефти, ресурсов природных, и они не могут просто вот этот кусочек взять и отдать кому-то другому. Клакомый кусочек. Да, и в таких условиях нам необходимо найти выходы, какие-то решения обязательно, так и для Крыма, как и для, если я говорю Крым, значит, и для России, потому что санкции, процесс, санкции действуют и на Россию, и также на Крыму, да, ну, и в процессе признания Крыма, это, как бы, поможет через Сирию выходить на другие, допустим, страны, это связано с Сирией, потому что многие страны от этих санкций страдают, соседние страны, Ярдане, допустим, Ирак, они раньше, вот, Сирия, это, как бы, так сложилось, что она исторически, да, и географически, находится на перекрестке трех континентов, Европа, Азия, Африка, и не случайно там происходили такие, постоянно завоевать, все хотели завоевать эту страну, и многие цивилизации оставили там свой отпечаток, допустим, древние, начнем с древних этих... Прямо Крым, да, напоминает? Да, да, да. Кого у нас здесь только не было. На самом деле, грибтиане, берцы, там, греческие... Греки однозначно были. Александр Македонский и так далее. И самое интересное в Сирии, вы, наверное, заметили, когда показывают в Сирии, в каждом городе, в каждой деревне есть памятник исторический. Если не греческий, то римский, если не римский, берский, берсидский, а сирийский, павильонский, финикийский, там, хананитов. В моем городе, в небольшом, можно, я не могу перечислять, сколько там этих памятников. И все через Сирию хотели завоевать этот кусочек и, как бы, контролировать весь регион вот этот. И таких, я же говорю, если, допустим, все будет нормально, жизнь возвращаться будет в Сирию. Нормальная. Да, в свое росло. Да, и тогда есть возможность расширить вот этот, как бы, список, чтобы через Сирию, допустим, выход был на другие страны. Это, и сейчас, вот, опять же, вот, пытаются, как бы, разрулить вопрос с Турцией. Потому что Турция, вы знаете, она стоит на свое, не знаю, почему так. Хотя, мы, например, сотрудничаем с Россией, они сотрудничают с Россией. Ну, наверное, вот они не могут забыть, что когда-то Сирия была частью Османской империи. Ну, да. У них это вот подсознательно тоже гложет. Вот как же так отпустили, вот, упустили. Что поделать? Обидно, да? Да, да. А представьте себе вот этот караван, да, через все это. Это всем будет хорошо, и все будут жить нормально. И я надеюсь на это. Ранее или поздно добро побеждает. Ну, у Сирии вот один из главных плюсов, это вот именно расположение, один тартус, чего стоит. Это выход на полмира через земное море. Это очень удобная точка, и вот, чем она и для нас удобна, для морского сообщения. У нас точно так же, вот, порты пока, ну, не задействованы. Ну, дай бог, если там на 5-7% они сейчас работают. Ну, практически, да. Вот такая судоходная компания, она поможет загрузить и наши морские плоды, и нашу экономику. На это делается основная ставка. Фактически, да. Получается то, что сейчас, хотя и разрабатывает стратегия развития судостроения в Крыму, да, но фактически сейчас вот этой действительно загрузки нет. То есть, Крым все равно должен выходить на политетную торговлю. То есть, приход товаров в Крым, уход товаров из Крыма. Но это не значит, что только для внутренней торговли, для внутреннего потребления крымчанами эти товары, но через порты выходы на весь мир. Надо использовать геополитическое, географическое положение. Географическое положение. Большой грех не пользоваться этим. Да, абсолютно точно, да. Фактически, ну, в России есть еще на Черном море порты, но у Крыма вот не только географическое положение, но и статус наш в данном случае должен сыграть нам и всей России на пользу, на очень большую пользу. То есть, торговать... В взаимоотношениях Сирии, которые тоже обложены санкциями со всех сторон, для Крыма как раз плюс, что он сам под санкциями. А нам на них плевать. То есть, в этом отношении, в этом отношении, конечно, нужно использовать. Они нам ничего сделать не смогут. Абсолютно. И не должны. То есть, вот этот товарооборот через крымские порты должен расти и дальше. Сейчас, действительно, загрузка очень-очень-очень слабая, но потенциал есть. Более того, мы загрузим наше в последующем железнодорожное сообщение, чтобы не только приток в Крым, но и выход из Крыма. Сейчас получается, что у нас, в принципе, то, что товарооборот в Крым как минимум в два раза выше, чем поток из Крыма товаров. Поэтому в данном случае при загрузке крымских портов мы выведем на вот эту паритет. Но это, соответственно, улечет за собой снижение стоимости перевозок и, соответственно, замедлит рост цен или фактически сведет его к нулю. Потому что мы видим пока сейчас, что это тенденция, ну, высока доля транспортных издержек, несмотря на стоимость. Поэтому тут пока вот такие тенденции. Что мы, в принципе, сейчас можем готовы экспортировать? Зерно, правильно? Ну, да, вот Сирия заинтересовалась закупками зерна и... Муки уже даже. Рожжаной, да. Сахар, мука, ну, продовольственная. Крымский содовый завод, насколько я знаю, заказами будет. Мы можем электроинструменты, насколько я знаю, у нас есть завод. Это самое главное сейчас, идет процесс восстановления. Дорогая ложка к обеду, да, то есть в данный момент нужно справить, отстраивать. Да, и это самый необходимый товар сейчас, на самом деле. А в России это есть, это можно найти и экспортировать. Пока наша крымская статистика говорит о, ну, практически нулевом, нулевой торговле именно Крыма с Сирией. Это, да, но потенциал абсолютно точно было сказано очень-очень большой. Продукция сельского хозяйства, продукция вот электротехническая. Я вот могу даже перечислить, вот во время визита нашей делегации, вот, кто получил конкретные предложения. Это Керченский стрелочный завод, Красноперекопский трубный завод и наши фиоленты Селма. То есть ведущее крупнейшее предприятие... Это только на уровне Крыма, представьте, что другие заводы... К ним уже есть интерес к их продукции, она необходима, она востребована. Ну, я думаю, что в любом случае Российская Федерация, в лице там президента и руководства нашей страны, ну, выберет тот путь, тот путь, то направление. И если сейчас у Сирии, у сирийских бизнесменов недостаточно, допустим, возможно, ресурсов для того, чтобы приобретать эту продукцию напрямую, то через долгосрочные контракты, через кредитование это все равно будет сделано. Ну, так или иначе, да, и Крым тоже свой интерес есть. Там шел разговор о цитрусовых, о поставках, об оливках, оливковое масло, которое мы закупаем за бешеные деньги, а можем покупать, в принципе, дешевле. И высокого качества, между прочим. Те же фосфаты нам необходимы. Смотрите, вот недавно, да, когда вот открыли границу между Сирией и Иорданом, там образовалась очередь. Вы знаете, что Сирия уже в течение 9 лет находится в условиях санкции. И как только открыли этот бункт, вот пробускной, да, ворвались к нам иорданцы в Сирию. И задавался вопрос, у кого это санкции, у кого блокада, в Сирии или в Иордан? Почему у вас все дешевле? На самом деле у нас изобилие дешевле. А представьте себе, эти страны нуждаются в продукции не только сирийской, и крымской, и российской. А если открыть этот бункт, это будет всем, абсолютно всем хорошо. Естественно, взаимовыгодное сотрудничество. Там очередь образовалась, на самом деле, вы можете зайти на Ютуб и посмотреть. За продуктами, да? Не только продукты, и одежда, все абсолютно, у нас гораздо дешевле и качественнее. Они там, они раньше жили, я живу между, скажем так, столицей Дамаск и столицей Иордани, Амана. Да, вот на этом, на этой буты. И постоянно замечали, да, утром приезжают, вечером те же машины обратно, полные. Они приезжают, это же граница, ну, от нас 35 километров граница. То есть они приезжают, могут даже обедать, и обратно вечером к себе, и заодно что-то купить. То есть они ждут этот момент. Они взяли обед, закрыли границу. А если откроют, да, если откроют эту границу, то же самое с Ираком, то же самое с Ливаном. То есть не только одна Иордания. И через Иорданию опять же все эти персидские страны, в Совской Аравии, в Объединение Арабской Эмираты, Катар, Бахрин, Кувейд. То есть этот путь через Сирию все равно будет проходить. Поэтому мы надеемся, что рано или поздно договорятся и остановят эту войну, и опять же будем процветать вместе. Ну, а мы незаметно довели нашу беседу до второго рекламного перерыва. Продолжим чуть позже. Возвращаемся в эфир. Звоните нам, присоединяйтесь к нашей беседе по телефону плюс семь девять семь восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре. Или пишите в вайбер и ватсап на номер плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Мы продолжаем обсуждать тему сирийско-крымско-российских отношений, которые сейчас вышли на очередной, наверное, такой виток своего развития. И в гостях у нас сегодня уроженец Сирии Аля Адарвиш, будущий гражданин России, который уже достаточно давно живет в Крыму и может считать себя крымчанином. Истинным крымчанином. И Виктор Реутов, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского. Я бы хотел еще один такой пункт подчеркнуть по итогам визита нашей делегации. Сирия, скорее всего, я вот думаю так, с вероятностью девяносто девять и девять десятых процентов войдет в список стран, с которыми взаиморасчеты будут происходить в национальных валютах. Замечательно. Уходим, максимально уходим от доллара, от евро. Это вполне разумный ход. Вполне естественный. Да, вполне естественный. Он намного упростит взаимоотношения этих двух регионов, двух стран. Давно пора. Честно говоря, Россия уже давно ставит в свою задачу выход на торговлю с странами в рублях. А если это с Белоруссией еще возможно осуществлять, но с другими странами пока еще даже по странам, которые входят в Евразийский экономический союз, пока не со всеми это получается наладить. Но пока разовые там только сделки в национальных валютах. Да. Еще на постоянной основе ни с кем. То есть, если это произойдет, это обязательно должно произойти. Все-таки уход от доллара, во-первых, резервы свои нужно уже прекращать, держать в таком количестве. То есть, что получается? Мы, когда держим свои резервы в долларах, мы фактически опять же даем эти деньги. Кормим их экономику. Да, кормим экономику, да. Но пока мир так устроен, пока это происходит. Но доля эта постоянно снижается. Вот этот паритет взаимоотношений резервов в структуре, резервов Российской Федерации, вот эта тенденция снижается. А если будут расчеты в рублях со странами, хотя бы те, которые входят в таможенный союз, плюс Сирия, то выход, ну, конечно же, нам это позволит еще меньше чувствовать влияние, вот это санкционное влияние. Ну, я думаю, что это пойдет на пользу на развитие экономики. Ну, между прочим, Сирия, по словам нашего президента, заявила о том, что желает поступить в таможенный союз еще в 2010 году. И, возможно, вот это одна из причин войны против Сирии, потому что это еще в 2010 году, кажется, в сентябре 2010 года, да, наш президент заявил, что есть желание поступить в таможенный союз с Россией и с другими странами. И это, конечно, будет очень хорошо, опять же. Ну, никто нам не мешает сейчас вначале, прежде чем входить в таможенный союз, развивать зону свободной торговли и осуществлять фактически беспошлиную торговлю между двумя странами в соответствии с соглашением о зоне свободной торговли. Есть такая практика, с этого начинается. Ну, а в дальнейшем уже главное, чтобы политика опять не стала давлением над экономическими процессами. Ну, на сегодняшний день все-таки мы видим полномасштабное сотрудничество, начало уже положено и в торгово-экономическом плане, и в научно-техническом, и в культурно-гуманитарном, и в том числе в образовании. И, между прочим, буквально недавно наши представители студенчества ездили в КФУ по образовательным программам. И давайте послушаем комментарии начальника отдела международного сотрудничества и протокола Георга Габриэляна. Вот что он скажет по этому поводу. Задача ставилась изучить ситуацию на месте, понять для себя, какие проекты мы можем там реализовывать, что мы можем предложить. В результате поездки нам удалось провести больше 15 встреч, заключить соглашение с сирийским вузом, договориться о заключении еще одного соглашения чуть позже, где-то месяца через 2-3. Планировался исключительно Дамаск в связи с необходимостью обеспечения безопасности делегации, но после встречи с доверенным лицом первой леди было принято решение, что вуз в Латакии, который называется Альманара, будет нам интересен. Также нам предложили встретиться с представителями молодежного сектора и определить, как мы можем быть полезны друг другу. Нам показали технические и материальные возможности вуза, мы пообщались о заинтересованности молодежи в взаимоотношении, в участии в российских проектах. Ну вот я думаю, что да, это опять же взаимный интерес, обмен студентами всегда шел только на пользу. И если и к нам будут приезжать сирийские студенты, опять по вашим стопам пойдутся, будут здесь учиться, российское образование всегда считалось одним из лучших в мире? Ну мы говорили вначале об экспорте товаров, но об экспорте-импорте, но об экспорте-импорте образовательных услуг тоже надо. Почему нет? Не забывать об этом, конечно. Надо восстанавливать эту практику. Абсолютно точно. Сейчас в Сирии, между прочим, русский язык находится на первом месте. Раньше, вы же знаете, Сирия находилась под мандатом Франции, и французский язык, он даже в паспортах после арабского французский. Сейчас хотят русский. И для этого открывается очень много школ. Вот недавно буквально я слышал, к сожалению, мне об этом никто не говорит, но я по новостям же слежу за новостями. Узнал, что делегация детская приехала в Вартек, в Москву, и они изучают русский язык и довольно хорошо разговаривают. Это уже начало, это уже, можно сказать, процесс пошел. И я хотел бы, чтобы это продолжалось, и не только на уровне начальных школ, и в институтах, и так далее. Чтобы наши системы образования, российское и сирийское, слились как-то вместе. Чтобы человек, который может получить образование в Сирии, спокойно может и работать тут. Или наоборот, российский в Сирии, и так далее. Это помогает как-то восстановить утерянного этого времени. Ну, я думаю, если человек выучил язык в детстве, он уже не забудет окончательно. Поддерживает. А у нас первый телефонный звонок. Да, и послушаем нашего радиослушателя. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Алло, доброе утро. Доброе. Абонент кино. Так, видимо, связь у нас сорвалась. Немножко сорвалось, но я думаю... Либо забыл, что хотел спросить. ...дозвониться еще. Конечно же. Да, мы пока продолжим. Университет в Латакии вот... ...отметил. Я просто, честно говоря, с трудом ориентируюсь вот в системе образования в Сирии. Ну, Дамаск, как столица, это понятно. Там должен быть очень серьезный университет. Какое образование дает Латакия? На чем там специализируются? Какие направления развиты? В Сирии государственные университеты. Пять. Это в Дамаске, в Алеппу, в Латакии, в Холмсе. И, ну, скажем так, четыре основных. У нас система образования такая, как вот сейчас у вас питаются. Уже сделали, организовали КФУ, да? Раньше, допустим, мединститут отдельно, университет отдельно. То есть гуманитарный. Такая интеграция сейчас, да? А у нас в Сирии это и так существовало, что в университеты входят все эти факультеты. Медицинские, общеобразовательные, гуманитарные и так далее. То есть там входят все эти специалисты. Все институты, они все в одном университете. Абсолютно. Экономические, торговли, факультеты. Называется факультет не институт, а факультеты входят в Дамаскский университет, допустим, медицинский. Даже религиозный факультет, допустим, есть такой. Есть экономический и так далее. То есть их много. Ну, я думаю, что для нас не будет уже особой проблемы. Мы уже тоже эту систему обкатали. Не будет особой проблемы вписаться во взаимоотношения с образовательной системой Сирии. Абсолютно точно. Но просто я хочу напомнить также, что с чего начинается вообще даже любой бизнес. Это прежде всего с общения. Если это общение будет проходить на понятном для друг друга языке, в частности, русский язык должен стать языком межнационального общения между Россией и Сирией. Если это произойдет, то тогда это потянет за собой наиболее тесные уже контакты и в экономическом плане тоже. Потому что потом подтянутся свои там знакомые, друзья, родственники и подтянут свой бизнес. И в этом отношении будет вот это вот завязываться торговля, потому что только вот благодаря вот этим вот культурным обменам с этого все должно начаться. Ну, я так думаю, что есть огромный потенциал. Но и система образования. И мы готовы принимать на обучение в достаточном количестве не только индийских, как у нас сейчас, в большинстве своем студентов, но и из Сирии. Но Индия, да, это вот одна из немногих стран, которая в 2014 году не испугалась от крымских дипломов и не стала массово отзывать своих студентов. Ну, а правильно. Ну, кто хотел добровольно, тот да, уехал. Ну, остальное массово, по-моему, осталось. Обмен у студентов все. Сейчас учатся еще двое студентов, приехали в прошлом году учиться в медицинском институте тут в Крыму. То есть уже, мне кажется, тоже процесс уже пошел. То есть приезжают по обмену и учатся. Знаете, в этом отношении тоже у нас, помимо медицинского, есть и другие направления. И та же журналистика, и экономика у нас очень сейчас хорошая программа. И сельскохозяйственная. Да, по развитию бизнеса с Крымом мы сейчас готовимся к открытию этой программы. Я так думаю, что она может быть востребована и нашими сирийскими коллегами. Со мной многие учились, да, ребята. Они сейчас руководители таких же университетов, как в Хомсе и Альбат. Вместе с нами учился, был шил в высшее образование, доктор математических наук. Он сейчас является проректором этого университета. То же самое есть... То есть вернулись они? Не сюда вернулись, а работают... Вернулись в Сирию. Да, да, недавно еще. Я вместе с ними вернулся, потом сюда обратно. Но они работают, то есть тут получили образование и продолжают там работать. Довольно успешно. То есть люди тоже, есть способные люди, которые приехали именно сюда учиться. Они просто так... Как вы думаете, много молодежи потянется в Крым именно с целью получить образование? Мне кажется, есть очень много. Потому что это для них возможность как-то изменить свою ситуацию, получить образование. Потому что санкции не позволяют никому ехать из страны где-то учиться. А это будет возможность сюда приехать и получить образование. И я бы хотел, конечно, это мой хороший друг Геворг, хотел об этом с ним именно побеседовать, поговорить за счет этого. Очень много желающих, которые сюда хотят приехать, учиться и не знают, как и кому обратиться. Это хорошо, что этот разговор состоялся с вами. Я узнал, что через него можно на это вид и... Да, как раз его направление работает. В конце концов... Есть такие... Просто хотят узнать, какие условия для этого нужны, чтобы поступить как минимум. Да, и не просто обучиться, но и получить такую какую-то серьезную практику, языковую практику. Тем более сейчас русский язык набирает популярность в Сирии. Не помешает, а у нас небольшая реклама. Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях уроженец Сирии Аля Дарвиш, который намерен стать уже гражданином России постоянным. И доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления Крымского федерального университета имени Вернадского Виктор Реутов. Мы обсуждаем сирийско-крымско-российские отношения, их историю и перспективы. И вы всегда можете присоединиться к нам, позвонив по телефону плюс 7978-400-264. Или пишите в вайбер и ватсап на номер плюс 7978-701-7905. Будем рады ответить на ваши вопросы. Да, как прозвучало на полях Ялтинского международного экономического форума, Крым это точка роста сирийско-российских отношений. Вот недословно, но суть я передала. Ну, оно, наверное, так и есть. Ну, давайте так, шире немножко смотреть. Крым это точка роста. Так. Всех. Включающая. Для России раз, ну и для взаимоотношений России не только с Сирией, но, наверное, еще и с другими странами, которые испытывают, возможно, те же сложности во взаимоотношениях с остальным миром, так скажем. Я так думаю, что Ближний Восток, это Крым и Сирия в этом отношении должна стать действительно вот этой отправной точкой. Потому что это выход, да, даже если посмотреть, это выход и, возможно, на вот это то, что строит сейчас Китай, свою концепцию, стратегию, один пояс, вот этот великий шелковый путь. То есть, если он впоследствии пройдет через Сирию и Крым, то мы станем центром вообще... Ну, а, собственно, Крым исторически являлся его частью. Да. Поэтому тут вот эти тенденции нужно, конечно, сделать так, чтобы они стали основными. Потому что в данном случае гуманитарные связи, которые потянут за собой экономические связи, взаимоотношения. То есть мы путем вот наших двухсторонних отношений должны вывести на развитие в целом регионы и, фактически, вот подтянуть сюда и страны другие, вот через, опять же, через Китай, выход вот на этот путь, которым Крым фактически славился тогда еще, в те далекие-далекие времена. Между прочим, Биаджи и США питаются, помешат создать вот такой этот путь, Челковый путь, потому что они видят в нем действительно большую перспективу для этих стран. А это для них угроза какая-то. В обход их они будут организовать такой путь. Они же привыкли все в выгоде получать. А как без них? Поэтому они давят на Китай. Даже вот наглость имеют, да, грозит президенту, как в Китае называется, не президент, секретарь, да, партии. Что если в случае, если он не будет присутствовать на ЖС-20, то какие-то дополнительные санкции будут в отношении к Китаю. Это я вот буквально вчера услышал, как это наглость так говорит. Американский президент говорит, если в случае, если он не будет присутствовать на эту конференцию, ЖС-20, то грозит Китаю еще дополнительные санкции. Это же отчет того, что Америка фактически создала свои правила мировой торговли, создав всемирно-торговую организацию. И сама же эти правила, ну, они создали правила, они меняют правила. Я хозяин своего слова. Хочу забирать обратно. Ну, вот это вот, да, такая ситуация. То есть фактически, если бы это было не Америка и Китай, а, допустим, там, ну, страны другие, то обязательно тут же бы последовали жалобы в ВТО, рассмотрение этих санкций, и ВТО бы уже рассматривало спор вот этих двух стран. Уже бы давным-давно было принято решение о незаконности введения соответствующих там санкций, тарифов, которые там на 20% увеличили импортный тариф и товаров из Китая, на все. Грубейшее нарушение самих же правил, которые сама же США и создала, создав всемирно-торговую организацию. Но этого не происходит, как же сам себя будешь наказывать? Кстати, вот мне интересна была история интеграции нашей страны в ВТО, была достаточно такая долгая, интересная. Долгая, да, самая долгая. Время, которое вот из всех стран, которые страны-члены ВТО, это Россия была, да. В России, да. Сейчас на какую... Что сейчас происходит? Что сейчас? Ну, сейчас просто с учетом того, что вообще вот само понятие санкций противоречит в принципе, ну, любым принципам международной торговли. И сейчас фактически вот эти принципы всемирно-торговой организации, они просто-напросто... Не действуют. Ну, в большинстве своих случаев не действуют. Есть только локальные взаимоотношения отдельных субъектов, там одно предприятие, другое запретить, допустим, там, или там антидемпинговые меры по ввозу, там, стали из одной страны в другую. То есть частным образом так будет действовать. Да, то есть точечно рассматриваются вот эти споры, там, они могут годами идти, но в то же самое время признать там, что вот там экспорт такой-то трубы в такую-то страну, ну, был по заниженным ценам, либо наоборот тарифы, которые введены. То есть вот этот режим наибольшего благоприятствования, который самой же ВТО и был провозглашен как основа международной торговли, да, как главный принцип международной торговли. То есть, ну, сразу же заговорили о трубах, претензии, что Крым дешевле поставил трубы в Сирию, уже можно будет на них не обращать внимания, мы все под санкциями. Давайте примем, да. А у нас все-таки дозвонился наш радиослушатель. А может быть, это уже другое. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Говорите, не молчите. Доброе утро. Мы вас слушаем. А может быть, нас не слышат. Ну, что ж такое, с утра у нас не заладилось. Но, в принципе, есть еще буквально минуты три, чтобы дозвониться до нас по теме первого эфира. Да, еще есть последняя попытка у наших радиослушателей все-таки добраться до нашего эфира. Да, и задать вопрос нашим гостям. Кстати, напомню, у нас в гостях доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления КФУ Мини Вернацкого и... А, Виктор Реутов, я не представила. И уроженец Сирии, будущий гражданин России а-ля Дарвиш. Дарвиш, я прошу прощения. Аля, подскажите, вот когда планируете стать гражданином? А то мы говорим, будущее-будущее. Да, я уже поддавал, собрал документы и поддавал. Какой-то упрощенный сейчас порядок получения гражданства для вас? Да, упрощенный в системе, да. Ну, человек столько лет уже прожил в стране. Дело в том, что я до этого... На момент 2014 года он жил в Крыму. Да, в Крымчане жил. Вопрос снят. Ну, это нет, конечно. Ну, я хотел добавить, для меня большая честь присутствовать на этой передаче. И хотел бы сказать, выражать благодарность российскому народу и российскому руководству за оказанную помощь в Сирии, как военной, как и материальной, так и коммунитарной. Мы это очень хорошо ценим и дорожим этому. И надеюсь, что мы вместе будем восстановить Сирию. И хочу пожелать российскому народу и России процветания и мир, чтобы постоянно на вашей земле царился мир и покой, и процветание. Я думаю, так и будет. Спасибо большое вам за добрые слова. И в канун буквально Дня России, который будет завтра, 12 июня, это очень актуально. Спасибо. Я вот, кстати, хотел бы, знаете, что сказать. Да, военная помощь, конечно, это очень серьезно было, потому что без вмешательства нашей армии с ИГИЛ было бы очень тяжело справиться об узнании. Между прочим, я извиняюсь, перебиваю. Это не вмешательство. Это законное вмешательство. Нет, законное абсолютно. Для защиты международного закона. Понимаете? Американцы и нарушают международный закон. Да, их никто не знал. А Россия именно защищает мироборядка в мире, потому что она на законных основаниях. Никто ее не... По просьбе законного правительства. Да, вмешивается для того, чтобы защитить закон. Именно в ООН гласит о том, чтобы каждая страна имеет право на существование в рамках каких-то законов. А Америка это нарушает. Понимаете? И в честь, действительно, этого праздника, не случайно в арабском языке слово Россия и слово Сирия состоит из пяти букв, одинаковых букв. Только в разных местах они находятся. На самом деле, я могу С, Дабельон, Вау, арабский, Р, И, И, А. Сирия и Россия в арабском языке состоят из пяти букв. И не случайно это как бы... Только меняете местами и получается одно название. Ну, назовите как хотите, но это не случайно. Это примерно так же, как с флагами. Если перевернуть, будет сербский. Я не единение, я хочу, чтобы это объединило наших народов, чтобы вместе жили в мире и в Бакуе. Дай Бог. Да, спасибо большое. Виктор Евгеньевич, попроси, наверное, тоже подытожить. Нет, я просто вот что хотел бы еще сказать. Я не закончил фразу. Да, военная помощь, это, конечно, все замечательно. Но рано или поздно война уйдет в прошлое. Останется то, что помогли построить, помогли восстановить. У нас яркий пример Афганистан. Афганцы не вспоминают войну, они вспоминают то, что мы там оставили. Да. Построили. То, что досталось им в наследство от Советского Союза. Все обознается по сравнению. Вот они сейчас с американцами и знают, как с ними обращаются американцы. Виктор Евгеньевич, буквально одна минутка подытожить. Да, ну, коллеги, ну, в этом отношении, вот в преддверии, опять же, Дня России, у нас великая страна, у нас великий народ. Вот, и дай Бог, чтобы мы могли принести мир как можно большему числу. И Сирия в этом отношении тот пример, который должен стать примером всему миру, как сотрудничество и в гуманитарной, и в экономической, и в политической сфере приносит, самое главное, мир, спокойствие, радость людям. И вот эти глаза детей, которые говорят спасибо за то, что мы сделали, они самое важное, да, самое важное для всех нас. Ну, я знаю, ребята были счастливы приехать в Крым, в Артек. Да, конечно. На наши съемочные группы ездили, встречали впечатления. И еще одно, я хотел бы просто добавить. Я на общественных началах начинаю с себя. Я готов все, что от меня зависит, внести свой вклад в развитие отношений между Крымом и Россией. То есть даже на общественных началах, я ничего абсолютно от этого не хочу, только ради того, чтобы наши отношения развивались в лучшую сторону. Вот на этой оптимистичной ноте мы завершаем первый час нашего эфира. Спасибо, дорогие гости, что пришли к нам с утра. Я думаю, что очень позитивно мы поговорили и рассказали очень много интересного для тех, кто не знал все эти подробности развития наших отношений. Спасибо у нас для недвижения.